Купить, продать, отремонтировать, подключить. Все эти услуги вам готовы предоставить различные дельцы. А вот чтобы известить вас об их готовности работать, так называемые бизнесмены применяют различные способы, иногда незаконные. И в борьбу с такими видами нарушений включаются сотрудники администрации Ленинского района, Госадамтехнадзора, а порой полиция, так как защищать свои баннеры, штакетники, их хозяева готовы до последнего. Сегодня под работу шуруповерта попали рекламные вывески недалеко от деревни Таблова. В промзоне вам готовы оказать большое количество услуг, только заезжайте. И таких различных извещений по всему району ни сосчитать, ни перечитать. С начала года нашим территориальным отделом было возбуждено порядка 20 административных дел, выданы предписания, часть, практически половина было устранено, выполнено предписание, остальное сейчас остается на контроле. В настоящее время у нас находится порядка пяти возбужденных административных дел по подобным административным правонарушениям. Вот яркий пример грубого нарушения рекламных норм. Магазин на улице Советская. Здесь арендодателю еще полтора месяца назад было выдано предписание об устранении незаконной рекламной вывески. Вот, правда, найти хозяина магазина, да и просто получить у сотрудников разумительный ответ на элементарные вопросы, нам так и не удалось. Где у вас находится уголок потребителя? Скажите, пожалуйста, в магазине. Где информация о вашем улице находится? Продавца, похоже, такие вопросы ставят в тупик. Выход — звонить руководству. Но и после этого звонка нам удается только узнать чью-то фамилию. Да, надо это на Алексею, например, расковариваться. Здесь мы увидели выпьющие случаи нарушения законодательства о рекламе. Значит, это размещение информационных и рекламных вывесок без выданного разрешения. Более того, чтобы установить владельца этих рекламных конструкций, тоже достаточно затруднительно. Потому что, ну, как сами видели, да, продавец с никакими данными не обладает. Более того, уголка потребителя в этом магазине не имеется. Транслируется аудиореклама, так назовем ее. Случаи нарушения закона о рекламе в нашем городе можно встретить везде. И такой вид рекламы также считается незаконным. Здесь надо было организовывать витрину, где будет закрыто всего лишь 30% от общего пространства. Рекламодатели тратят значительные суммы на печать баннеров. А судьба у них одна — утилизация. Так не проще ли потратить немного времени на получение разрешения и на законном основании рекламировать свои услуги и товары? Эта услуга предоставляется через МФЦ. Какой необходимый перечень документов — это все указано на сайте Ленинского района, в разделе «Реклама». Там все четко и ясно объяснено. В МФЦ рассматривается, если мы говорим про рекламную конструкцию, два месяца. Если про информационную — в течение месяца. Стоит отметить, что при получении разрешения на рекламную конструкцию заявителю необходимо оплатить госпошлину в размере 5000 рублей. А вот на информационную конструкцию и та не предусмотрена. И тогда вы можете быть твердо уверены, что ваша реклама не исчезнет куда-то, а вместо штрафов начнет приносить прибыль.